Михаил спрашивает, когда же будут ответы на вопросы. Михаил, ответы на вопросы будут прямо сейчас. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Всем привет, это таки снова я, Bad Boy Lano. Но, впрочем, вы меня давно уже знаете, это, как вы догадались, 32-й выпуск ответов на вопросы. И для тех, кто не знает математику, я просто подсказал. Я, в принципе, её тоже не знаю. Сейчас я буду отвечать на вопросы, которые у нас в данный момент 29 штук. Так что вы можете прям поштучно считать. Итак, начнём. Александр задаёт первый вопрос. Ванно, когда вы пели песни про пиццу, как можно на ней не жениться или про озеро? Мне кажется, эти песни больше нравились людям. Так как они более искренними, чем сейчас. Твоё мнение, Александр. Моё мнение такое, что они сейчас, песни которой, они не стали менее искренними, чем те, которые были. То есть, например, песня про утро настолько же искренния, как и песня про пиццу. Просто вы, наверное, слишком на мне зациклились. Просто знаете, когда одно слово много-много раз говоришь, то смысл даже как-то теряется. Такой эксперимент ещё делал Руслан Усачев. Вот. То есть, и когда слушаешь постоянно Bad Boys, то бывают, кажется, всякие случаи очень. То есть, в общем, вероятно, ты просто заслушался Bad Boys, и некоторые песни тебе показались разными. На самом же деле они одинаковые, но может чем-то, конечно, и отличаются. Андрей, Андрей Сибирь, задаёт вопрос Вано. Ты сказал, что не играешь в КС 1.6. Тогда скажи, зачем ты написал песню про читаков? Песню про читаков я написал тогда, когда ещё играл в КС. Но я всё равно играл в КС С, а не в КС 1.6. Тогда я думал, что это очень круто, и что если я играю в КС со своими братанами, то я такой крутой вообще пацан. То есть я самый-самый крутой. Если я умею играть в КС, если я много там фрагов себе набрал, то я вообще такой крутой. Жалко, что сейчас у меня очень стыдно за те времена, когда я думал, что КС это такая крутая игра, и что если в ней зависать, как Сергей Ковалёв, которому я не завидую, то можно быть очень крутым пацаном. От Виталия вопрос Вано. А не пробовал сам писать музыку? Сейчас есть куча программ для создания треков. Все, кто слышали, что я сейчас сказал, программу, пожалуйста, заберите в студию в комменты. Так что если у меня будет эта программа, будет больше минусов, а значит, возможно, не будет задержки треков и, то есть, клипов. В общем, программу, если какую-то знаете, сложную, не сложную, самое главное, русскую. Хотя нет, даже можно и не русскую, просто сразу запиливайте, вот, да. Только не на YouTube, а в ВКонтакте. Ссылку на группу, которую вы сейчас видите у себя на экране. Михаил спрашивает, как больше с падением популярности в ББ? Знаешь, я тут посмотрел, у нас недавно было 3000 человек в группе, теперь 5. Ну, правда, между этими цифрами прошло немалое время, но я всё-таки думаю, что падения популярности нет. Скорее, она просто стоит и не двигается с места. Ещё хочу обратить внимание, ну, тут об этом не написано, но я хочу обратить внимание некоторых людей на такой интересный факт, что некоторые люди судят о популярности по количеству одобрительных комментариев, лайков и всякой прочей джигурды. Так я хочу сказать, что это не так. Вот как бы, я просто обожаю, например, Стаса Давыдова. Вот, например, да. Я обожаю Стаса Давыдова, мне нравится практически каждый его ролик. Я смотрел его на первом канале, хоть у меня даже нет телека. Но хочу сказать, уверить вас, я уверен об этом на 100%, что я ни разу не написал ни один комментарий в его группе и ни разу не поставил лайк. Хотя я его преданный фанат. То есть, тем самым я хочу вам объяснить, что люди, которым нравится моё творчество, они могут только смотреть видео и больше не делать ничего. Они будут с меня обалдеть, но они не поставят ни лайк, ничего. То есть, как бы, там, плохие комментарии пишут только тролли, а хорошие комментарии пишут только те, кто хочет их написать, а не те, кому нравится моё творчество. Но, бывает, они совмещаются. Бывает это хорошо очень даже. Кенни спрашивает. Кенни. Здорово, но как там дела со Спасибо Ева? Берут мне... На Спасибо Ева меня возьмут, когда я сделаю клип. Но клип я хочу сделать со вторым участником, чтобы всё было круто и полноценно. Я, правда, и сейчас могу это сделать, но я хочу это сделать со вторым участником. Поэтому пока не будет вторым участником, я, соответственно, не возьмут на Спасибо Ева. Но если слишком долго будем ждать, то я и один сделаю клип. Так что можете подождать, если хотите. Это я обращаюсь к тем, кто хочет стать вторым участником. От Владислава ещё вопрос. Как дела в школе? Ответ короткий. Плохо. Зачем плохо, пишите в следующем выпуске. Вот сейчас на студии. Дальше можешь где выступать или свою студию открыть. Чего, может, тебе не хватает для полного движения вперёд? Ну, кроме времени и второго участника. Студию свою, я думаю, открывать не буду, потому что это много затраты и общего геморроя. Но надо этим подумать, конечно. А кроме... А кроме времени и второго участника, мне не хватает ничего. То есть нужно всего лишь время и второй участник. И всё будет вот так вот, прям вот так вот, да. Опять Марк. Вано. Да это опять я! У меня к тебе куча вопросов, поэтому пишу почти каждый выпуск. В том выпуске ты сказал, что ушёл со студии и не записываешься там больше. А в клипе про утро было написано «Поддержка в iTrack». Это было за бесплатно или ты платил за это деньги? Если не записываешься и нет микрофона, тогда как ты спел песню про утро? А точнее, на что ты её спел? Нет, песню про утро я спел на iTrack, но это было давно. Я спел её ещё осенью. А клип вышел только сейчас. Или даже... нет. Ну да, где-то в начале осени я её спел, клип вышел только сейчас. И даже потому что я ушёл в свои треки, я всё равно был обязан, что они сделали сведение, меня записали, потому что я добрый и очень человек. Танёк пишет. Привет, Вано. Хотел спросить, когда выйдет новый клипак? Танёк, я официально тебе сообщаю, что я понятия не имею, когда выйдет новый клипак, хотя текст для следующего клипака уже начинаю думать, который будет называться... Вано. Ходишь ли ты на зимнюю рыбалку? И ходишь ли на рыбалку вообще? Спрашивает Илья. Нет, я не хожу на зимнюю рыбалку и не хожу на рыбалку вообще. Артём. Друган, у тебя же есть веба. Что нам фаном не замутить онлайн-конференцию на час-два? Я, во-первых, не очень люблю онлайн-конференции, поскольку у меня глючный скайп и глючный компьютер, и вообще не очень люблю общаться через вот эту вот всю фигню с незнакомыми людьми, так что лучше либо лично, либо с общениями. По-моему, мне так лучше всего будет. Да и вам, наверное, тоже. Что-то я поел. Что-то я поел. Володя спрашивает. Здорово, Вану, допустим, я желаю попасть в эту группу. В какой форме нужно записать заявку продюсеру. Сейчас я всё объясняю подробно. Возможно, даже в последний раз. Вы введите ссылку. Нужно пройти по этой ссылке. Это будет человек, которого зовут Антон Кузнецов. Он мой продюсер в настоящем времени. Надо нажать, написать Антону сообщение. В графе написать Антону сообщение. Вы пишите. Я хочу быть вторым участником. И всё. Ну, можете ещё добавить, но не обязательно. Антон через некоторое время вам отвечает. Хочу вам отметить, через некоторое время, а не сразу, он вам отвечает. При этом задаёт несколько вопросов. Вы отвечаете на эти вопросы. А дальше мы смотрим, подходите вы нам или нет. Если вы нам подходите, то мы уже делаем то, что нам нужно с вами и всё такое. Но в любом случае, каждый человек обязан просто написать. Ну, вдруг подойдёт. Это же будет просто ого-го. Владимир Александрович спрашивает. Вану, как успехи в написании третьей части книги? Когда релиз? Третью часть книги я ещё не дописал. Релиз тоже не могу сказать, когда он будет. Могу только сказать, что я уже это говорил, но повторюсь. Третья книга больше, чем первая и вторая вместе взятые. Так что читать будет долго. Не скажу, что интересно, но долго. Хотя, возможно, даже очень интересно. Там уже немножко я опыта побольше поднабрался. Так что писал попонятнее. Так сказать, реализовал ваши мечты на написание моей книги. Релиз будет очень просто. Как только появится второй участник, будет релиз. Спросите, вот нафига воно тебе второй участник для окончания книги? На самом деле, я хочу, чтобы в книге был позитивный конец. То есть, если кто-то её будет читать, там, спустя пять лет, то конца там как такового не будет. Я хочу, чтобы был позитивный конец, чтобы я написал в конце. И вот пришёл ко мне второй участник. И конец книги. Ну, практически так. Виталий спрашивает. Кстати, тот, который писал, Вану, ты работаешь. Вану, а тебе не бывает стыдно перед сверстниками? Ведь во многих треках есть капля бреда. Как, например, с песней про утро насчёт «надо просыпаться в конце утра». Виталий, бред не в том, что надо просыпаться в конце утра. Ведь если подумать, то и правда нужно просыпаться в конце утра. Большинство людей так и делают. Бред в том, что наше с вами утро начинается с утра. Вот это там бредовая фраза. Или как-то, Максим говорит, эпичная фраза. Вопросы от Влада Цируса. Привет, Вану, мне лень смотреть, были ли эти вопросы. Если были, то смело удаляй. Итак, первый вопрос. Что за барабаны на аватарке у тебя были? Ты, получается, умеешь на них играть? Нет, Влад, я не умею на них играть. Нет, на самом деле я умею на них играть, потому что на фотографии я действительно на них играю. Но смотреть, что называть умением играть. Если то, что я знаю несколько рисунков, это умение играть, то да, я умею играть на барабанах. Как там у тебя с сериалом «Сверхъестественное»? Какой сезон больше понравился? Помню, после какого-то сезона сериал превратился уже в фигню. Вроде там, где был апокалипсис. Не считаешь? Так же. Спасибо. Так, сериал «Сверхъестественное». Я смотрел сериал «Сверхъестественное», я досмотрел его до конца, а точнее до седьмого сезона двенадцатой серии. Больше в интернете дальше уже не выложено. Это не конец сезона и ничего. В общем, хочу сказать, что вот под конец сериал уже настал немного подкачивать, потому что Костель умер, Бобби умер, остались только эти двое. Не знаю, что будет дальше, не знаю, когда серии выйдут, но если выйдут, то буду досматривать. В данное время я... Так, отбросы. Я еще смотрел отбросов, но тоже он мне потом не понравился в третьем сезоне. В данное время я смотрю «Теорию Большого Взрыва», сейчас на третьем сезоне двадцатой серии. Вот. Веду, значит, я списочек. Вопрос от Ярослава. Вано, расскажи про брата Сергея. Ты написал в своей книге, что не переносишь его? Расскажи поподробнее о нем, пожалуйста. Ну, за такими вопросами лучше обращаться либо ко мне в личку, и то, если у вас выпадет возможность. Либо я вам отвечу, когда я буду общаться с вами лично. А пока я хочу сказать, что в ответах на вопросы мы никого не обсираем. То есть я никого не обсираю. Так что о брате Сереге я... Следующий вопрос от Эрика. Нравится ли тебе Гориллос? Группа такая. Да, я раньше слышал Гориллос. Правда, мне нравится не то, чтобы Гориллос, а некоторые их песни, вот, например, как песня Feel Good. Вот, она очень хорошая. Так, следующий вопрос от Ивана. Вано, смысл писать «Ес»? Какой смысл писать рэп, если ты, как сказал, будешь учиться на повара? Не считая личного удовольствия, конечно. Текст у тебя как бы поп-рэп. Как у группы Кирпичи. Я не знаю, такую группу сразу хочу сказать. Зачем тратить расходы на клипы, записи, т.д.? Ты же не хочешь заниматься этим профессионально. А рэперы стремятся к этому. Во-первых, я хочу заниматься этим профессионально. Рэперы стремятся к этому, это точно, ты верно подметил. Но, возможно же, быть одновременно и рэпером, и поваром. То есть, как бы, одно другому не мешает. Как бы, что-то из этого будет хобби. А что-то будет основная специальность, так сказать, работа. То есть, никогда не поздно. Например, если у меня с карьерой что-то вдруг не получится, да? Там, ну, например, связки голосовые у меня порвутся. То я буду поваром, как бы, вот всегда есть выход. А еще я имею в виду играть на музыкальных инструментах. Так что точно я никогда не пропаду. Надо планировать по этому свою жизнь всегда. Марина спрашивает. В клипе про бильярд на моменте 1 минута 13 секунд Серега закатывает шар. Скажи, сколько дублей было на этом моменте? Марин, ты не поверишь. Серега закатил шар с первого раза. Серега, молодец. От Ивана, опять же, от этого Ивана вопрос. Вано, ты знаешь, что такое Бэки, скилл, сэфлау? Если да, то объясни. В скобочках. Каждый рэпер должен это знать. Иван, то, что каждый рэпер должен это знать, это всего лишь стереотип. Или как там это называется. Я вообще считаю, что рэпер, это не тот, кто одевается по-рэперски, там, у которого есть своя фишка, там, вот эта фигня. И который знает, что такое Бэки, скилл, сэфлоу. Я думаю, что рэпер, это тот, кто может сочинить рэп и зачитать рэп. Я думаю, что именно это человека делает рэпером. А не вот это вот, скиллзы, всякие вот эти вот. От Николая вопрос. Хотел бы крутую татуировку? Да, я хотел бы себе крутую татуировку, но я не буду её делать. Если интересно, какую бы хотел, то эмблему Bad Boys. Да. Но пока ещё эмблемы нет. Есть, конечно, уже одна самая хорошая. Но вы всё-таки создавайте эмблемы и кидайте нам... Ну, не в комменты, а запиливайте альбом в группе, специально называется «Эмблемы для ББ» или как-то так. Я уже даже не помню, давно не смотрел. В общем, за это можно тоже попасть в выделившихся людей. Единственное, так сказать, требование или какая-нибудь там, ну, штучка, это то, что должны быть две большие буквы «Б» и эмблема должна быть весёлая. Всё, больше требований никаких нет, как бы, дерзайте. Полное поле для ваших возможностей, талантов и всё такое. В выделившихся людей можно попасть. От Виталия вопрос. Вано, а ты работаешь? А, ну, это как бы вопрос, но без вопросительного знака. Нет, Виталий, в данное время я не работаю. В данное время я не работаю. Так. Ага. Руслан пишет. Привет, Вано, вот вопрос. У тебя есть брат или сестра? Ну, или вообще родственники? Нет, знаешь, Руслан, у меня нет родственников. Я одиночка. Forever alone. Ну, на самом деле, у меня, конечно же, есть братья, сёстры, родственники. Но могу сразу сто процентов сказать, что Руслан не смотрел клип про братьев и сестёр, которые, кстати, многие не смотрели, что я вам советую сделать в ближайшее время. От Владимира Александровича вопрос. Привет, Вано. Есть несколько очень важных вопросов, по которым холодно. Хотелось бы знать твоё мнение. Если Сергеевич и Серёга будут драться, кто победит? Серёга. Второй вопрос. А если победитель... На этом моменте видео оборвалось. Но я продолжу. А если победитель подерётся с Сано? Скорее всего, наверное, всё-таки тоже Серёга. А если Сано подерётся с братом Серёги? Не, ну тут без вариантов. Тут, конечно, Сано по-любому победит. Вот. Вот уже у нас вопросы пошли под самый конец. Осталось всего лишь несколько вопросов до конца. И от Сергея вопрос. Здорово, Вано. Очень круто читаешь рэп. Желаю тебе не останавливаться и продолжать этим заниматься. Ну, собственно, вопрос. Собственно, вопрос. Вот так, по-моему, лучше. Хотя я не знаю. Недавно лизал по альбомам... Ой. Чёрт. Недавно лазил по альбомам группы. Зашёл в альбом в скрин и увидел 25-ю фотографию, на которой на столе стоит Ягуар. Вано, ты пьёшь? Вот сразу ссылка, чтобы не искал. Эту фотографию вы сейчас видите у себя на экране. Как видите, там не я, Сергеич. Ну да ладно. В общем, да, это банка Ягуара. Ой, она такая единственная, которую я как бы когда-то выпил. Но это было давно неправда. Поэтому, собственно говоря, следующий вопрос. Пишет Александр. Привет, Вано. Хочу задать тебе вопрос. Я давно начал увлекаться твоим творчеством. Так вот, из-за чего распался дуэт Серёга? И какой последний трек, так сказать, стиснул зубы, вы с ним успели записать? Так, из-за чего у нас дуэт распался, это ты посмотришь потом как-нибудь. Или почитаешь в книге. А сейчас я скажу, какой трек у нас был последний. Так, значит, альбом называется... Альбом номер пять называется «К звёздам». И последний трек в нём... Так, в нём всего лишь... Так, семь треков. И последний трек, по-моему, про животных была песня. Вот. Ну, вопрос я, в принципе, ты ответил. Следующий вопрос от Кирилла. Привет, Вано. Почему бы тебе не объединить всех бывших участников группы и не спеть о дружбе? Просто надо кому-то, не тебе ли, сделать первый шаг? Кирилл, вот сейчас попытаюсь объяснить максимально чётко и понятно. То мы, то есть, как бы, не из-за разногласий расстались. То есть, то, из-за чего мы расстались, после этого обычно нормальные люди не разговаривают. Но поскольку у нас не Кольская, то мы разговариваем, но я точно не буду брать никого из них к себе в группу. Потому что, не знаю, я лучше бомжом стану, чем возьму кого-то из них к себе в группу. И это не Гордыня или там что-то ещё, о чём сейчас подумали тролли, например. Это просто здравый смысл. Евгений спрашивает. Пробовал ли ты подавать ротации на радио или ТВ? Да, Евгений пробовал в данный момент. Евгений пробовал, пробовал. В данный момент я подал ротацию или как-то что-то там называется, приложение называется «Звезда ВКонтакте». То есть, «Звезда ВКонтакте». Если отыщите, голосуйте за Бэтбой Вано. Я нахожусь в разделе «Хип-хоп». Чем больше я наберусь голосов, чем больше у меня будет голосов, тем больше вероятность, что я выступлю на большой сцене и стану ещё более популярным. И за это спасибо будет только вам. Рома спрашивает. Вано, кто тебя снимал в клипе про утро? Во-первых, хочу заметить, что в клипе про утро была ссылка на канал оператора. Если кто не знает, то канал оператора высветится, но должен. Если я не забуду, то я поставлю его в конце. Должен не забыть. Если забуду, напомните мне, что я поставил. Очень благодарен я Григорию. Ну, в общем, с вами был, как сказать... Ну, как сказать, я был с вами Бэтбой Вано. По-прежнему холодно, блин. Сейчас сижу, мёрзну. Да, под двумя отделами приходится спать. В общем, на этом практически все новости. Следующие новости расскажу в следующих ответах на вопросы. Что бы хотел сказать, с вами был Бэтбой Вано. Смотрите сейчас выделившихся людей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok